ПЛН представляет Главные новости недели Мнение и комментарии Эксклюзив и качественный анализ Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко Здравствуйте, дорогие друзья В эфире радио ПЛН-ФМ «Гонки по вертикали» У микрофона автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская лента новостей Александр Савенко С обзором событий политической жизни И вот центральные темы этого выпуска Отставка Андрея Турчака Ведущие российские СМИ со ссылкой на авторитетные источники Сообщают о переводе секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака На работу губернатором Республики Алтай Накануне отчета губернатора Михаила Ведерникова О чем завтра скажет глава региона И есть ли у властей план «Б» для решения мусорной проблемы Нельзя войти в одну реку дважды Как мы и прогнозировали, власти отказали яблочникам В проведении референдумов в новых муниципальных округах Об этом и многом другом поговорим в программе «Гонки по вертикали» Поехали! Гонки по вертикали Пока наша программа готовилась к эфиру Ведущие российские СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщили В ближайшее время первый вице-спикер Совета Федерации Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак Может стать губернатором Республики Алтай Вместо покидающего этот пост Олега Харахордина Напомним, что ранее Андрей Турчак с 2009 по 2017 год Был губернатором Псковской области А затем с 2017 года до настоящего времени Будучи сенатором от нашего региона Работает первым заместителем председателя Совета Федерации И секретарем Генерального Совета партии На своих нынешних позициях Политик фактически являлся ключевым политическим менеджером Единой России Ответственным за участие партии в выборных кампаниях Как регионального, так и федерального уровня И ее каждодневную деятельность По версии Агентства политических и экономических коммуникаций Андрей Турчак входит в десятку ведущих политиков России Тем неожиданнее известие о грядущем кадровом назначении Политические телеграм-каналы выдвигают различные версии происходящего Некоторые из их авторов полагают Что это возможность для будущего роста Турчака И некое спецзадание Возможно связанное с объединением субъектов Российской Федерации Другие считают, что это понижение и политическая ссылка Отчего тут же вспоминают киноклассику и заключают Мол, столетия прошли со времен Петра I, а ничего не изменилось Великий государь Петр Алексеевич, Иван Алексеевич Указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства И послать тебя вместе с женой и детями на вечную ссылку в Каргополь А теперь к другим темам Мы выходим в эфир в начале июня Традиционно это время отчетов чиновников перед депутатским корпусом На прошлой неделе о результатах работы администрации в городской думе Докладывал глава Пскова Борис Ёлкин А завтра на сессии областного собрания Будет отчитываться губернатор Михаил Ведерников В былые времена, еще лет 10-15 назад Такие мероприятия собирали не только депутатов Но и активистов-общественников Встречи запросто могли превратиться в настоящие спектакли Они проходили, бывало, в большом концертном зале областной филармонии И превращались в яркие политические шоу Острые дискуссии А учитывая, что все это проходило перед стартом избирательных кампаний Так что все выглядело еще и как подготовка к предстоящим предвыборным баталиям Этакая репетиция Теперь все иначе Отчеты чиновников часто напоминают скорее обязательный ритуал С четко прописанным регламентом Собрались, послушали, депутаты единогласно поддержали Такую картину в большинстве своем мы наблюдаем во время чиновничьих отчетов Сам собой возникает вопрос А нужны ли отчеты в такой форме? Кстати, ответ на него ПЛНФМ намедния искала в программе «Дневной дозор» И опросила ряд известных политиков прошлого и настоящего В том числе и оппозиционеров Общее мнение Насчет формы и содержания отчетов можно спорить Но отчеты, безусловно, нужны Еще и потому, что это возможность задать свои вопросы Обсудить ситуацию, понять, как власть собирается решать проблемы Думаю, что вот именно этим и будет интересно завтрашнее выступление губернатора Михаила Ведерникова Да, разумеется, прозвучит информация о достижениях в работе команды губернатора Реализации национальных проектов Увеличении собственных доходов региона И привлечении средств из Москвы Реализованных в социально ориентированных проектах и так далее Но, главное, мы ждем ответов на вопросы о путях решения проблем Не сомневаюсь, что пойдет разговор о мусорном кризисе Говорили о нем вчера на встречах губернатора С партийными фракциями в областном собрании депутатов Как отметил глава области Проблема с вывозом и утилизацией отходов Назрела не сегодня И нельзя назначить одного виноватого Понятно, что наряду с ведущими свой спор хозяйствующими субъектами Часть вины лежит и на самих властях Но тут даже главнее вопрос Не кто виноват, а что делать Как выходить из кризиса И есть ли у руководства области план Б На тот случай, когда основной план, очевидно, не сработал И на спасение псковичей от мусора Брошены силы и техника из других регионов страны Наверняка будет завтра говориться И о других проблемах Псковской области Об основных болевых точках и задачах команды Михаила Ведерникова Читайте в материале на ПЛН Он выйдет в ближайшее время Ну и также мы будем говорить об этом в следующем выпуске нашей программы Гонки по вертикали Кроме того, обсудим через неделю процесс перемен во власти Они продолжаются и после завершения процесса формирования правительства Эффект домино тоже никто не отменял Подтверждение того, что процесс не завершен Мы видим и в интриге вокруг Андрея Турчака И отставках российских губернаторов То есть тут мы наблюдаем такую серийную зачистку Вместе с тем эксперты уже подводят предварительные итоги кадровых перемещений По итогам президентских выборов И оценивают их как консервативные Все познается в сравнении Если в 2018 году после выборов главы государства Состав вице-премьеров и министров обновился почти наполовину То в 2024 появилось лишь два новых вице-премьера из десяти И шесть новых министров из 21-го Силовой блок практически не претерпел изменений За исключением смены главы Министерства обороны Большая часть перестановок коснулась именно гражданского сектора управления Кадровая политика в отношении практически всех ключевых министерств Остается сдержанной К такому выводу приходят эксперты холдинга Минченко-консалдинг Которые подготовили доклад «Политбюро 2.0» и «Долгая зима» И он посвящен внутренней динамике правящей элиты Российской Федерации Помимо прочего, эксперты отмечают Прогноз о возможном снижении влияния группы персоналей Лично близких председателю правительства Михаила Мишустина Не оправдался И премьер-министр сохранил практически всех своих протеже в новом составе правительства А иерархическая структура правительства укрепляется Как ключевой институт гражданской бюрократии Не оправдался прогноз и о том Что не последует существенных изменений В военно-экономическом управленческом контуре Отставка главы Минобороны И волна ареста в руководстве военного ведомства Стали главной сенсацией В целом состав условного полетбюро 2.0 Остается неизменным Однако отмечается повышение значимости Экономического баланса Между военным и гражданским секторами В рамках оптимизации ресурсов Вместе с тем происходит Деконцентрация военно-экономических полномочий С уровня Минобороны Различные направления военной экономики Распределены теперь между различными уровнями управления Повторюсь, процесс перемен продолжается И в ближайшее время мы обязательно вернемся к этой теме Гонки по вертикали А тем временем в Псковской области продолжается второй этап муниципальной реформы Как мы уже говорили, в этом году в муниципальные округа преобразуются пять районов Бижанецкий, Дновский, Плюсский, Порховский и Усвятский В региональных отделениях политических партий уже идет подготовка к избирательным кампаниям На этой неделе в эфире радио ПЛНФМ мы обсудим эти вопросы с руководителями областных отделений партии «Единая Россия» и КПРФ Тем временем «Яблочники» ранее выступили с инициативой проведения в районах референдумов По вопросам о прямых выборах глав преобразованных в округа районов и структуре органов местного самоуправления Как я говорил в предыдущем выпуске нашей программы, шансов на реализацию этой инициативы нет Так и вышло, затея не увенчалась успехом По информации Псковской ленты новостей, власти отказывают «Яблочникам» в силу того, что в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации «Только группа жителей соответствующего муниципального образования, обладающих избирательным правом, вправе выдвинуть инициативу проведения указанного местного референдума» А «Яблоко» не обладает правом выдвижения инициативы о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований Можно предположить, что «Яблочники» не согласятся Однако нет никаких сомнений в том, что все закончится так, как мы и прогнозировали ранее Нельзя войти в одну реку дважды То, что было возможно в 2006 году, когда в Пскове проводили референдум, невозможно в 2024 На этом все на сегодня Будьте здоровы и помните Если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко «Гонки по вертикали» 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 «Гонки по вертикали»